Ветеран доброволец Карабахской войны, полковник запаса Володя Аветисян продолжит оставаться под арестом. Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката Аветисяна в связи с продлением срока его содержания под стражей. Аветисяна правоохранительные органы задержали 20 сентября 2013 года по подозрению в крупном ошибке. Первый раз срок содержания под стражей полковника запаса был продлен на два месяца 15 ноября, согласно ходатайству следствия, с целью осуществления следственных действий. 13 января суд продлил арест Аветисяну еще на два месяца. Защита считает решение суда первой инстанции необоснованным и незаконным. По мнению адвоката апелляционный суд фактически продолжил незаконное дело. Адвокат заявляет, что следствие по сей день не осуществило никаких действий, кроме предъявления обвинения и подачи ходатайства о продлении срока содержания под стражей Володи Аветисяна. В ходе заседания защита сослалась на комментарии Евросуда и Кассационного суда Армении, которые свидетельствуют о том, что в случаях, когда следствие не проявляло особого усердия, суд обязан освободить арестованного в предследственный период и с подстражей. Решение суда еще раз доказывает, что в Армении нет независимой судебной системы. Наши суды выступают в роли марионеток. С весны прошлого года Володя Аветисян вместе с группой ветеранов Карабахской войны принимал активное участие в акциях протеста с требованием от властей страны обратить внимание на социальные и другие проблемы ветеранов и защитить их права. Сторонники полковника запаса уверяют, что власти посредством судов осуществляют политическое преследование по отношению к Аветисяну. И первопричиной задержания является его гражданская позиция и активная общественная деятельность. Володя Аветисян боролся за установление законности в стране. Он поднял социальные проблемы участников Карабахской войны, требовал достойную жизнь ветеранам войны. В начале движения Аветисян утверждал, что власти, по всей вероятности, не в силах решить проблему. Однако, встретившись с ними, он разуверился в них и убедился в том, что они не то, что не могут, просто у них нет желания. С этого момента Володя Аветисян оставил в стороне социальную проблему и перешел на политическую. Своим детям он хотел построить справедливую и независимую Армению, где были бы защищены права не только ветеранов войны, но и всех социальных групп. На фронте мы встречались всего лишь дважды. Один раз, когда я возвращался с тыла, другой раз, когда организовывался Бартанил смертников в 1992 году. Он был командиром роты, затем замкомбата. Мне кажется, здесь не так важно, какие у него заслуги, хотя это тоже существенно. Намного важнее, что гражданин Армении находится под арестом, по ложному обвинению. Ложное обвинение – это как? Его обвиняют в каком-то коррупционном преступлении, а как известно, такие преступления можно доказать только взяв преступника за руку в момент совершения преступления. И что получается? Его обвиняют в том, что он сотворил два года назад. Даже если он это сделал, я повторяю, даже если он это сделал, человек, который подписывает санкции под подобным делом, он преступник. Он нарушает закон, он выполняет чьи-то приказы, не думаю о том, что он просто совершает преступление. Это все это дело фальсофицерона. Тут никаких этих улик нету, ничего нету. Они просто это все, как говорится, молчита белыми нитками, все это. Ничего серьезного нету. Просто они вот этого видного деятеля из Азатамарктиков, они посадили, чтобы как-то уломить. И движение это, и его самого ничего не удастся. Движение продолжается. Но они хотят активистов, типа Володи Аветисян и других, как-то испугать, чтобы все это уломать. Но это не удастся. Защиту Аветисяна решение суда в письменном виде получат в течение трех дней, после чего обжалуют его в касационном суде.